Привет, друзья! Сегодня мы хотим вам рассказать историю об одном выдающемся человеке, который смог выжить в невероятно сложных условиях. Его скоростью на Олимпийских играх был поражен сам Адольф Гитлер. Он смог выжить после падения самолета в Тихом океане, а также прошел суровый японский плен. Луи Замперини родился в 1917 году. Его семья проживала в городе Олеан. Родители мальчика эмигрировали в Америку из Звероны. Также у Луи был старший брат Питт. В 1919 году оба брата серьезно заболели пневмонией. И чтобы спасти их жизни, доктор настоятельно порекомендовал родителям перебраться в Калифорнию, где более мягкий и теплый климат. Уже тогда смерть вплотную приблизилась к Луи, словно намекая на то, что его ждет в будущем. Теплая Калифорния помогла восстановить здоровье мальчика, но угрозы жизни продолжили преследовать тогда еще малютку Замперини. Однажды дом семейства охватил пожар, и отец, спасая своих детей от бедствия, вместо младшего сына вытащил из горящего здания подушку. Энтони пришлось возвращаться в дом, рискуя своей жизнью, чтобы забрать ребенка. В другой раз маленький Луи упал в бассейн, пока его мама мирно беседовала с подругами. Луиза Замперини не выпускала сына из своих рук, но он все равно умудрился нырнуть в воду. Пришлось откачивать воду из легких. В какой-то момент неприятности оставили юного Луи, но тогда он начал находить их самостоятельно. Будучи по национальности итальянцем, в школе из-за плохого английского его дразнили и били. В какой-то момент парню все это надоело. Он попросил отца, чтобы тот купил ему пару гантель и боксерскую грушу. Луи начал тренироваться и достиг неплохих успехов. Его месть обидчиком была жестокой. Через какое-то время местная полиция обратила внимание на задиристого подростка и провела беседу с его отцом. Вот только ничего не помогло, вся семья начала понимать, что такими темпами мальчик совсем скоро может оказаться за решеткой. Тогда в ситуацию вмешался старший брат Луи. Пит Замперини активно занимался бегом и решил привлечь брата к легкой атлетике. Луи отнекивался, но случай стал на сторону старшего. Однажды, представляя свою школу в одном из забегов, он впервые услышал, как сверстники не ругают его, а поддерживают. Именно это перевернуло его внутренний мир. Замперини стал тренироваться, как ужаленный. Бросил вредные привычки и дурные наклонности. Пит стал его тренером, наставником и проводником в мир спорта. К результату Луи пришел быстро. Да, его тело не было натренировано, но у мальчика был характер, который он закалил в уличных передрягах. Луи начал побеждать и устанавливать юношеские рекорды. К окончанию школы в 1936 году бывший хулиган превратился в популярного молодого человека с большими перспективами. В январе 1936 года братья готовились к отборным соревнованиям в Олимпийскую сборную США. Если бы на Олимпиаде в Токио Луи победил, то у него был бы шанс прорваться на игры в Германию. Отбор Луи прошел, придя первым на дистанции в 5000 метров. На игры в Германии Луи отправился на шикарном пароходе, но набрав в дороге лишние 5 килограмм вошел только в пятерку лучших легкоатлетов. И все же Замперини смог запомниться всем на последнем кругу. Американец пролетел его за невероятные по тем временам 56 секунд, вспомнив ключевые слова своего старшего брата. Стоит ли минута боли пожизненной славы? Его умопомрачительная скорость на заключительном отрезке дистанции приглянулась даже Гитлеру. Он пригласил Замперини в свое ложе на стадионе, пожал ему руку и отметил феноменальный финишный спорт. Вскоре началась Вторая мировая война. В августе 1942 года Замперини закончил летную школу, войдя в 15 лучших выпускников курса. Он был так хорош, что поражал цель с высоты 2,5 километров с погрешностью 15 метров. Командование отправило его на гавайский остров Оаху в качестве члена экипажа бомбардировщика В-24. Очередное столкновение со смертью поджидало лейтенант Замперини в апреле 1943, когда в бой с его бомбардировщиком вступили три японских истребителя Zero. Экипажу Луи удалось выполнить боевое задание и выйти из схватки живыми. Но повреждения самолета поразили военных техников. Четыре пушечные и две зенитные пробоины, 500 отверстий от шрапнели и 150 пулевых. Впрочем, этот эпизод стал лишь предупреждением. Через пару недель после боя с Zero экипаж Луи отправился на спасательную миссию, но спасаться в итоге пришлось им самим. У самолета Замперини отказали левые двигатели, и воздушное судно на всех парах устремилось вниз. Я никогда не забуду эти слова. Займите свои позиции и приготовьтесь к крушению. Замперини смог выкарабкаться из самолета, а затем раскрыть спасательный жилет и выбраться на поверхность. Авиакатастрофа не забрала его с собой, но главные опасности еще отнюдь не были позади. Акулы, в которых в Тихом океане нет недостатка, точно отреагировали на запах человеческой крови, и нужно было как можно скорее выбраться из воды. На счастье, спасательные плоты автоматически выбросило на водную гладь при крушении. Именно так Луи и его два сослуживца, которые также выжили после падения, оказались одни в самом сердце Тихого океана. Никто не думал, что этот дрейф займет столько времени, поэтому содержимого сухпайка, находящегося на плотах, оказалось ничтожно мало. Из необходимого еще был нож, ракетница и леска с крючками, чтобы ловить рыбу. Но морская рыба, которую ловил спасшийся экипаж, была ловушкой. После нее всех мучила сильная жажда. Вода, которая была в пайках, быстро закончилась. В большом отчаянии Луи начал молить небеса о дожде. В дальнейшем этот случай привел нашего героя к служению в церкви. Через два часа после его просьбы пошел дождь. На двадцать первый день дрейфа они услышали звук мотора. Стреляя из ракетницы, светя зеркалом, им удалось привлечь внимание к себе. К несчастью, самолет был японским. Развернувшись в их сторону, он на бреющем полете открыл по ним огонь. В американцев пули не попали, но оба плота были серьезно повреждены. К счастью, на второй заход японский пилот не пошел. Видимо, посчитал, что цель была уничтожена. А пробоины удалось быстро залатать. Через 33 дня после падения самолета умер еще один член экипажа. Оставшись вдвоем, оба бывших спортсмена решили, что они не сдадутся. И через 45 дней скитаний по океану они увидели остров. Но судьба не спешила их баловать. В океане начался сильный шторм. Только через два дня им удалось пристать к берегу. Но это был не просто остров. Это был контрольный пункт, который охранял японский боевой патруль. Через 47 суток скитаний в открытом океане Луи попал в плен к японцу. Два долгих года замперения провел в плену японцев, подвергаясь унижениям и жестоким пыткам. Особенно старался один из охранников, которого назвали Птица. Многих сокамерников не стало, но Луи, словно насмехаясь над смертью, продолжал жить. В сентябре 1945 года пленный был вознагражден за страдание. Япония капитулировала и лейтенанты отпустили к своим. На родине Луиза Мперини встретили как героя. Вскоре мужчина женился, и у него родилось две девочки. Луиз стал очень верующим человеком. Вел на радиостанциях передачи о религии, а также продолжил заниматься спортом. Даже участвовал в 1984 и 1996 олимпиадах. Но не в качестве легкоатлета, а как участника эстафеты олимпийского огня. Вот так непоколебимый Луи смог несколько раз за свою жизнь обмануть смерть. Умер он в 2014 году от воспаления легких, прожив 97 лет. То, что Земперини выжил в таких сложных ситуациях, окружающие называли чудом. Вот только у самого Луи насчет этого было совершенно другое мнение. Чудо? Чудес не бывает. Я был в лучшей физической форме, потому что всегда верил в хорошую еду и упражнения. Вот что позволило мне пройти через все эти испытания. Друзья, напишите в комментариях, знали вы о таком человеке, как Луиза Мперини? Если вам понравилось это видео, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что вы с нами и до новых встреч!